На встречу с коллекционером пригласили сегодня новгородских школьников и студентов в Кремлевскую библиотеку. В диалог с ними вступил собиратель телефонных аппаратов из глубокой для них старины. Все дисковые экспонаты в домашнем музее Геннадия Каретникова в рабочем состоянии, но вот воспользоваться ими сегодняшние гости выставки вряд ли смогут. Почему? Расскажет Артем Забралин. Несмотря на то, что для многих наших зрителей эти аппараты являются знакомым бытовым прибором, уже выросли целые поколения, которые ни разу в жизни не пользовались дисковыми телефонами. Видеть видели, но то, как они работают, знают лишь в теории. Вы понимаете, как работает циферблат? Как номер набирать? То есть, ну, если крутить, нажимать, я думаю, так. Что нажимать? Попробуй нажать. Нет, не знаю, честно. Телефонные аппараты в коллекции Геннадия Васильевича Каретникова слышали не только разговоры родственников и друзей, но и информацию государственного и даже военного предназначения. Одним из самых ценных экземпляров коллекционер называет немецкий полевой аппарат времен Второй мировой войны. Но посетители выставки приходят в первую очередь для того, чтобы оценить винтажные телефоны с эстетической точки зрения. Людям всегда нравится изящность в этом аппарате, да? Вот красиво. Вот как посмотреть, вот изящный аппарат, да? А что такое на черный, посмотришь, он как-то некрасивый. А этот аппарат, он еще не в том случае, он даже красивее работает в этой связи. На выставке представлено лишь 106 аппаратов, тогда как вся коллекция насчитывает около 500. Геннадий Васильевич говорит, что экспонаты приходится хранить в коробках из-под бананов. Можете себе представить, как все это помещается в однокомнатной квартире связиста. Жена коллекционера относится к увлечению супруга с пониманием. Говорит, это терпимо. Тяжело, конечно, коллекционировать эти аппараты. Они громоздкие, небольшие, да? Марку положил в карман, да? Почтовую. Ее не видно, как говорится, аппарат-то. Вещь. И тем более они рабочие. Можно в линию включать и проверять. Самый первый аппарат в коллекции появился еще в 1970 году. Его Геннадию Васильевичу подарили коллеги-связисты. И началось. Что-то удавалось заполучить на работе, что-то выкупалось через каталоги, а впоследствии и через интернет. Коллекция растет и по сей день, поэтому следующие выставки будут еще интереснее. Кстати, сам собиратель от использования стационарного телефона уже отказался, а вот мобильники коллекционировать пока не начал. Артем Забралин, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.